Друзья, доброго всем дня! С вами магазин Мини Трактор, магазин, который занимается мини-сельхозтехникой и навесным оборудованием. И сегодня вам показываем самые интересные бюджетные модельки топовых мини-тракторов Булат. Это мини-тракторы, они все идут трехцилиндровые, они все идут с КМ-овскими движками, хорошими, такими же, как стоят на Донгфенгах, на Джинмах и на прочих техниках, которые уже считаются премиум, но которые стоят дешевле. На полторы, на две, то бишь 4,5-5, плюс-минус в таком диапазоне полный привод и задний привод, там до четырех, вообще идет полностью новый, с 19-го года. Кому интересно, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь и мы вам сейчас все про них расскажем еще раз и покажем. Итак, друзья, это Булат 250. Это Булат 254. Принципиальное отличие данных моделей только в наличии переднего привода. Как вы можете видеть, в 254 он есть, в 250 его нет. В этом тракторе идет передний мост кулачный, то бишь это не бортовой, это не редуктора, это кулаки, это шаровые. Вот так оно выглядит. В принципе, по отзывам оно служит, оно ходит. Почему? Сейчас объясню почему. Я, наверное, сделал в скором будущем отдельное видео именно по передним мостам, по редукторам, по кулачным. Потому что когда-то я сделал видео по редукторным, и после этого многие люди звонят и говорят, что у меня только редукторный кулах говно. Объясню в чем суть, но сейчас суть не в этом. Просто двух словах. Тракторец маленький, он предназначен для небольших нагрузок. Его собственная масса номинальная идет небольшая. Исходя из этого, ему вполне достаточно вот такой вот шаровой моста такого, кулачного, который идет и дешевле в обслуживании, и, в принципе, будет ходить столько же, сколько и редукторный, в принципе, если бы был на тракторе побольше. Потому что этот трактор легче, он проще, тут и коробочка проще, и все. Поэтому для него это адекватно. Это раз. Вот дальше, по ходовке, по трехточке. Мы видим, что вот буаты в этом поколении уже делают трехточку без сварных шивов. Цельные рельсы, которые поднимают номинальных 320, но, естественно, там, если получить подгрузить еще, то никто не умрет. Потом, задний мост. Задний мост идет вот такого диаметра, в принципе, стандартный. В принципе, на фрезу 125, на косилку метр 30, на, ну, там, допустим, двухкорпусный, 2 по 20 или 3 по 15, этот отличный тракторец справится. Он рассчитан на небольшие, 5-6 до 10 гектаров, на нетяжелые работы. Он не пойдет там на 50 гектаров, на 20 гектаров, под сплошную оронку, больше подсады, опрыскиватель, какие-то культивационные работы, какие-то там работы небольших участков фрезовой, там, на небольших огородах, подзаработать денег, сделать соседу, брату, куму, еще кучу людей хорошо профрезить, проорать. Он может посадить, выкопать картошку, там, посадить другие какие-то культуры, зерновые сейлки различного рода, к нему подходят. Косый, я уже повторялся, повторюсь еще раз, и тому подобное. Это все он может идеально. Сады, виноградники, что-то такое небольшое, потому что трактор идет у нас узкоколейный, то бишь, расстояние между колесами небольшое, от этого, поэтому и, может, чуть-чуть слабее, потому что, в принципе, ему не надо быть таким мощным, чтобы выдержать нагрузку больше, если бы там трактора было больше. Диск идет 20-й, трактор компактный, низенький, для своих функций идеально он работает. По моментам, по недостаткам, и, естественно, как для любого Китая, это кузовня. Кузовня вся, ну, она не могу сказать, что разваливается, как в мототракторе, но, в принципе, ребер жесткости, толщины кузова, это все могло быть лучше, 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 лучше и лучше. Но за свою цену это оптимальное то, что сейчас есть, потому что есть намного хуже Тарантайки и дороже. Это плюс 19-й год. Из обновлений трактор получил обновленную воздушную систему фильтрации, то бишь воздушный виллер высоко, теперь он не хавывает так много мусора, как хавывал раньше, это во-первых. Во-вторых, обновилась сама приборка, по чуть-чуть, по чуть-чуть булатцы к чему-то приходят. Теперь джинмовские такие кнопочки характерные заменены. Теперь вот так вот включается свет, габариты и все-все остальное. Вот, вот так все включается вместо той драчильни, которая была раньше, которая, честно говоря, была похожа на там Файтера а-ля Т-15 штучкой. Тут такого уже нет. Это уже нормальное управление светом, которое удобно. То бишь, друзья, если у вас есть небольшой участок земли, который там нужно обрабатывать, как-то культивировать, что-то делать, если у вас там много разных огородов небольших, и вам нужен хороший, трехкалиндровый, недорогой мини-трактор, это, за моей спиной, отличных два варианта. Отличия в приводе. 254-й полноприводный, 250-й заднеприводный. Так, трактора полностью идентичны, цены их сменяемые не кусаются, цены есть на нашем сайте. Можно зайти, посмотреть. Если покупаете навесное больше товаров, делаем хорошие скидки. С вами был Магазин Дмитра. Всем всего хорошего. До свидания.